привет мир привет 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 давно что-то мы не записывали видео да хотим сразу извиниться за то что наши видео выходят очень редко так получилось что мы кстати уже переехали но у нас здесь очень плохой интернет но не то что очень плохого вообще нету здесь связь плохая интернета нет вообще и бывает вообще нет вот такое вот именно место куда вот два метра пройдешь и сеть потеряется интернет об интернете вообще мечтаем да поэтому мы ездим на соседнюю деревню ну или когда в городе до по пути и завалил видео отвечать на ваши комментарии скором времени надеемся у нас будет интернет все-таки нам придется наверное заказывать тарелку потому что других вариантов нет вот сегодня решили снять обзор нашего хозяйства ну потихонечку до убираемся здесь вот двор мы наполовину бы делали вот здесь вот заросли вот такие вот интересные они придут как и были во всем огороде вот мы потихоньку чистим ну заросли они везде давайте зайдем подбор к нашим свинкам здесь вообще-то не только свинки сейчас покажем откроешь какую колечку так мне кажется видно вот он отдельного вида у нас в общем четыре вьетнамских поросенка они у нас зима идите до поближе хрё 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 вот-вот подходь-подходь-подходь-подходь-хрё кто это пришло они у нас все четыре и были познакомлены с кавалером так что они все должны быть беременны кто из них мне кажется что здесь максимум беременны остальные не заходили вот такой видно это эти вообще живот у тебя такой вот прям живота достает вообще по ну да но мне кажется что они еще и беременны поэтому у них такой брюшка да вот травы у них всегда достаточно всегда много травы едят они траву едят они это с удовольствием любят сочную травку если кабачки какие-нибудь там яблоки тыковка морковка в общем они едят все они травоядный с ногам бекор мы им тоже даем у нас даже разделение когда траву это скашиваем рвём там два вида травы одна длинненькая гуси ее любят очень в принципе гуси тоже много чего любят но просто свиньи такую траву не едят а остальную примеру свиньям и козам ну да да кстати козы едят один вид травы поросята другой вид травы гуси третьей травы очевидно вы здесь делай там вон они ходят наши брюхастые в общем вот на сарай который мы говорили что хотим сделать двухъярусный сарай здесь вот эти вот загонщиков еще не было вот сейчас они есть второй этаж мы пока не делаем так как не хватает времени делаем дела первой необходимости когда цыплята маленькие еще они ночуют вот здесь вот в брудере просто не хочется им сетку ставить наверх кто-то спрашивал в комментариях мы ответили как убирать чистить второй этаж курицы если там будут дела свои делать вот я сетку не хотел почему потому что это все сразу будет скидываться к свиньям лучше наверное решетку решетку до поставить какой-нибудь чтобы она там частично задерживалась высыхала потом уже туда можно скинуть или они сами скидывать они сейчас маленькие как как не крути сеткой придется ставить ну может чуть-чуть подрастут покрупнее тогда сделаем ему вот решетку подготовили уже просто не хватает времени первой необходимости дела делаем вот здесь вот у нас загон для козы вот она такая большая большой длинный загон а вот здесь вот в этом загоне у нас ну да вот здесь открывается давно все недоделки но мы это естественно будем делать до осени все сделаем вот вот здесь козлят у нас двое козлят и козочка там здесь с ними соседствует поросята здесь вот здесь вот в этом помещении ночуют у нас гуси с утками они пока ночуют везде вот в этом свободном помещении но мы будем скоро отделять скоро делать будем оставлять только маточные поголовья уток тогда им здесь будут получше ну и вот здесь вот у у нас цыплята да да растут они у нас так как они у нас на свободном выгуле они спокойно едят червячков жучков и так далее растут хорошо здесь тоже груда мусора который мы собираем с огорода битые стекла пакеты и во все уже скачу сразу не то соньки научи катюню свой а соня соня я самокат да с левой стороны мы показывали что здесь крыжовник да кстати собрали сегодня крыжовник за рослих полностью вы чё в ведре мы утки частично почистили вот сейчас вот мы начинаем добрались до него как собирать на ягоду заодно естественно вырубаем мидию кстати по поводу водоема когда в городе живёшь вроде как пояснил водой ну и нормально а когда в деревне лишняя капелька воды на на счету мы хотим сделать скважину пригласили уже специалистов они будут смотреть нам где делать как делать сколько это будет стоить потому что без воды в деревне это очень сложно ездить в деревне колодец до него надо идти сколько метров 50 наверное есть метров 150 метров идти до него надо но когда ты в день идешь туда 10 раз это ощутимо что он делает балуется чем делает ладно пойдем дальше а здесь ветки мы спиливали липу а вот кстати покажи вот здесь вот у нас же планируется домик на дереве здесь две липы крупные две срочных да и одна отдельно вот мы почистили потихоньку вычищаем молодые там и открывается кстати вообще дивный вид красота нереально не знаю насколько это будет вины или нет сейчас попробую до этот в доме когда залезешь сейчас я постараюсь показать как увидишься что пойдем цыплёшка покажу о софи привет ой наш фантомас наш фантомас здесь вот кто-то гвозди приколачивала видать что там было возможно гамак какой-нибудь вон оно какое видишь вальф офигенно здесь будет классно выглядит дом вот здесь второе второй ствол там вот третье ну ладно пойдем пойдем этот ой кстати смородина собрали мы немного сегодня крыжовника и смородины вот она смородина вообще офигенская смородина красная черная будешь кушать так пойдем покажем где у нас цепешка вот она еще один вот они бегут 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 они у нас целый день на свободном углу как мы и говорили но если вдруг пошел какой-нибудь дождичек маленький там или что-то еще они забегают вот сюда вот вот они туда вот залазить вернее не ночью а вечером часов полдесятого наверно приходим их собираем пока все каждый день говорим о том что сделаем нормальный ну пока у нас не хватает никого не залезли и все на ночь их спокойно можно уже оставлять Катя хочет покормить Катя не надо все посыпать Катюнь чуть-чуть Катюшечка руками Кать руками Кать руками Катя хочет высыпать им все и сразу здесь папа наш вот такую сетку поставил потому что здесь ходят наглые воробьи и кушают еду нашу Катюнь ну зачем ты все высыпала Катюш Смотри она все высыпала Катя не туда Катя у нас любит земелькой всех покормить она наберет землю и высыпит в еду цыплятам или в воду гусятам Катюш пойдем козочек покажем Пойдем это видео у нас самое важное из всех будет Ничего страшного Катюш пошли Катюнь Пойдем Пошли Кост посмотрим Давайте коз посмотрим Пойдем Пошли Вот эта трава кстати у нас здесь падет на теплые грядки Заросли мы потихоньку убираем Сюда скидываем и сюда же скидываем отходы жизнедеятельности крышек Оно перемешается Здесь гнилые доски которые мы сжигаем потихоньку Там он еще дымится Вот здесь наша баня Сейчас Сонечка подожди Нашу баню тоже почищаем почищаем чуть чуть И здесь вот осень потихоньку Да Что Соня говоришь? У нас есть две козы и один козлик Козлика зовут колокольчик Колокольчик Другого козленка это девочка Розочка А козу это ромашка Ромашка Пойдем поближе познакомимся с ромашкой С розочкой и с колокольчиком Эй не трогай Катя пошла ягодки ворует Безыть 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 человек А коленку то где порвала? Когда крыжовник собирала? Когда пыталась муравья вытащить Муравей к ней сегодня заполз в штанину Укусил А она кричит Ой мне больно Аккуратно Катю не упади Ну не так она крылья Вот у нас уже такая территория скошенная Траву Тема здесь немного убрал Чтобы росла свежая Ромашка не бойся Ромашке кстати надо будет водички принести Я ей вчера принесла Она кстати не пила водичку А этот А этот А этот нарывок Ой у нее смотри На вымени сидит муха большая Надо выгнать Соня ну подожди Она что-то сегодня не хочет Чтоб ты ее обнимала Привет Ромашка Как ты? Мучают тебя мухи большие Да? Может на такую жару их убрать домой? Они все равно не идут А потом через пару часов Когда будет паток Притащим обратно А этот мелкий Куфет Розочка Розочка Козу Козу кстати нам подарили Когда мы Покупали козлят Мы вообще очень благодарны им За такое Она в туалет сходила Ну что я теперь делаю Мы кстати им очень благодарны За то что они нам козочку подарили Это очень 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 хорошо Даем ее 2 раза в день Она дает где-то по литру молока Наверное Ну чуть плюс-минус там Мы успеваем делать творог А потом С творога делаем Офигенные булочки С чем? С корицей С творогом С корицей Как мы их потом сделаем с ними Привет колокольчик Как ты? Нормально? Хвостиком машут Да? Угу Хвостиком машут Он тебя оближет Он пытается слить Извините Оборвалось видео Получается Карта памяти у нас Память кончилась Память кончилась Да на карте памяти Освободили память Ну в принципе Уже Подходило К концу видео Поэтому Мы прощаемся До следующего раза Да Катя скажи Пока-пока Катя скажи Пока-пока Скажи Кать пока Катя хочет спать Она не скажет Пока-пока Пока-пока Да все Всем пока Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok